В первой части обзора мы проверили на себе дорогу от железнодорожной платформы до жилого комплекса, рассказали о составе и технологии строительства, встретились с руководителем отдела продаж, прогулялись по местам общего пользования и заглянули в одну из квартир. Что я отсюда вижу, кроме прекрасного парка? Ну, во-первых, это старый жилой фонд, новый жилой комплекс, на территории которого расположена ближайшая школа. Но школа здесь не единственная, есть еще одна. Вот домик между двумя 16-этажками, такой вот с двухскатной крышей. Рядом с ним находится школа искусств и общеобразовательная школа. Детский садик чуточку левее отсюда, но тоже до него идти не менее 10 минут пешком. Опять же, если мы идем через парк, пока еще не знаю как, но попробую найти какие-нибудь тропиночки. Если же идти каким-то более комфортным путем и освещенными асфальтированными дорогами, то дорога займет, конечно же, гораздо больше времени. Правее отсюда виден дворец спорта, поэтому здесь, конечно же, с дополнительным образованием детей проблем никаких не возникнет. Туда вполне реально и комфортно добираться пешком. Что касается магазинов. Ближайший, Дикси, находится вот, по-моему, вот в этой красной трехэтажечке. Чуть дальше еще один Дикси, если Яндекс.Карты мне не наврали. Ну а культурный центр города с кинотеатром и, кстати, еще и с богатой торговой инфраструктурой находится вот где купол церкви, мы видим. Рядом тоже с новыми домами. На первых этажах жилого комплекса уже работает кафе, продуктовый магазин, магазин детских товаров, салон красоты, мебельный салон и магазин строиматериалов. Что откроется в свободных помещениях, пока неизвестно. Теперь я хочу задать вам вопрос. Вы видите здесь усадьбу? Я тоже ее не вижу, а она есть. Где-то там за деревьями. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Я не знаю, какая часть усадьбы сохранилась до нас, но застройщик собирается ее реконструировать своими силами. Расторгуевский сосновый бор переходит в благоустроенный дендрологический парк и в Тимоховский парк, в центральной части которого расположена смотровая площадка, летняя эстрада и детский городок. Я вышла на общий балкон, который как раз выходит на западную сторону. И отсюда мы можем и оценить виды, и оценить шум от эстакады и железной дороги. Если, конечно, нам повезет и за это время проедет электричка. Шум существенный, но, как мы помним, стеклопакеты здесь не самого низкого качества. Еще на что хочу обратить внимание. На форумах пишут, что со стороны эстакады идет, конечно же, гарь, копоть и так далее. Я ее здесь не вижу и не чувствую. Воздух свежий. Под окнами у нас лежит проезжая часть, но я не могу назвать ее оживленной. Здесь, сколько, я здесь стою, 5 минут, проехала, 3 машины. Вот четвертая едет. За проезжей частью я сначала подумала, что это промзона, но, как мне сказали, и как я смогла увидеть в интернете, здесь нет каких-либо производств. Это бизнес-центр, то есть там чисто административные площади и складские помещения. Далее, по правую руку, это частный сектор, и судьба его мне неизвестна. В целом, мне здесь очень нравится парк. Вот, как вы видите, у нас окна выходят как раз на парк. Большая площадка из минусов, это то, что она не ограждена никак. Мы, собственно, уже пытались, чтобы ее оградили, но... Вот, и некоторая удаленность от каких-то социальных объектов детских садов. Если нет машины, то до поликлиники я, например, не знаю, как добраться. Но, наверное, далеко. Вот, ну и магазинов тоже, ну, достаточно далеко. А так, в целом, мне очень нравится. Думаю, хорошие и... А как в садик добираетесь? Никак. Мы нам пока не дали садик. Никак не добираем. Ну, так на машине бы, конечно, возили. По качеству строительства что-то успели выявить? Слушайте, без претензий абсолютно. Мне очень нравится. Вот на форумах пишут, что здесь очень плохая звукоизоляция. У нас дом еще мало заселен, поэтому очень сложно сказать. Дрель, она слышна везде, в любом доме, какого бы он качества ни был. Соня, вот, а так как соседей мало, видимо, слышно только меня, как я кричу, могло быть. А так нет, без претензий абсолютно. Мне все нравится. Там, допустим, стоянка есть рядом, а там по ночам придурки на мотоциклах и машинах гоняют. Ну, а милиции пофигу все. Ну, кто там отвечает за все это. А что хорошего здесь для себя за время проживания выявили? Ну, парк, я из-за него и взял. Дорога рядом, удобный выезд. Давно переехали? Да нет, буквально месяц назад. Уже успели что-то для себя выявить? Плюс и минусы. Да, наверное, минусов-то особо нету. Хороший комплекс, много квартир, охраняемая территория, большая парковка, площадка, двор всегда освещен. В принципе, пока минусов не нашел. Отбираетесь как? На электричке? На электричках, конечно, очень удобно. Буквально сколько тут? Пять минут через дорогу перейти только. Очень удобно. А как она по наполняемости по утрам, по вечерам? Ну, сейчас пока что еще немного заселено, то есть в основном ремонты делают люди. Вот я имею в виду электричка? А, электрички? Да электрички всегда свободные. Возможно здесь свободные? Свободные, здесь свободные. Сюда приходят свободные, это туда дальше уже, да, полные. Так, и еще у меня такой вопросик по качеству строительства. Качество строительства? Вообще никаких претензий нет. Уже вы сделали отделку? Сделали, конечно, да, все сделали, все очень хорошо. Еще говорят, что стены тонкие, слышно, как там соседи разговаривают? Нет, не слышно. Нет такого? Нет, стены не тонкие. Ага, качество работы управляющей и тарифы устраивают? Да, вроде бы да. Пока нету ничего, наликаний никаких. То есть пока минусов не выявили? Не, не нашел. Сплошная эйфория от новоселья. Сплошная эйфория, да. Тарифы за эксплуатацию обслуживания сейчас такие? Вы имеете тарифы управляющей компании по обслуживанию домов? Управляющие? Совершенно верно. Если брать тарифы по эксплуатации обслуживания здания, то, опять же, повторюсь, все тарифы у нас согласны норм классификации дома. Вот, если брать абсолютные цифры, да, это 41 рубль за квадратный метр. 41 рубль за квадратный метр. Куда входит и эксплуатация, и охрана? Охрана, чуть позже я сейчас расскажу об этом. Да, исключительно эксплуатация входит. Эксплуатация? Да. По поводу охраны и пропускной системы въезда. Это идет как дополнительная услуга. Значит, немножко расскажу об этой системе, да. В каждом подъезде у нас находится консьерж, который следит за чистотой, порядком, тишиной. Вот, на въезде у нас постоянно круглосуточно идет наблюдение, да. Сотрудники службы безопасности периодически, там, несколько раз в сутки делают обход по жидому комплексу. То есть, патрулирование есть и КПП? Совершенно верно. А, видеонаблюдение? Видеонаблюдение пока не предусмотрено. Вот, если брать по тарифам, то это совершенно демократичная тоже цифра, а именно 640 рублей в месяц наших жильцов именно за въездную группу и за оплату. Труда, консьержа. Сумарно 640 рублей? Совершенно верно. Могу сказать, что наша компания, управляющая, заняла первое место среди управляющих компаний Ленинского района. А называется она как? Управляющая компания Битцовские холмы. То есть, у нее только ваш комплекс? Совершенно верно, да. Это такая локальная? Локальная компания, да. Которая была, скажем так, предоставлена нашим застройщикам. И, в общем-то, наша управляющая компания всегда открыта для диалога, для конкретного конструктивного диалога. Если наших жильцов что-то беспокоит, что-то тревожит, они всегда могут обратиться, двери открыты. Офис находится на территории комплекса, да, и работает он с 9 часов утра до 18 часов вечера. И даже по субботам тоже работает. Как правило, когда идет новая застройка жилых комплексов или жилых микрорайонов, городских мощностей, как правило, не хватает. Застройщики зачастую строят, сооружают свои водозаборные узлы, очные сооружения, котельные и так далее. В случае нашего комплекса у нас все полностью городское, то есть и вода, и свет, и канализация, и отопление, полностью все присоединено к городу. То есть не хватает этих мощностей, да? Более чем. И все тарифы, они полностью соответствуют городским тарифам. Я достала квитанцию из одного ящика, не скажу, из какого, и подсмотрела сумму коммунальных платежей. Была, честно говоря, приятно удивлена, потому что квартира общей площадью 63 квадратных метра, общая сумма к оплате составляет 3200 с копейками рублей. Единственное только, что там были какие-то незначительные показатели по потреблению воды, то есть меньше куба, как горячая, так и холодная. Судя по всему, в этой квартире пока не живут, и вот с минимальным расходом воды проплата составляет 3200, что, по-моему, очень даже гуманно. Дома сданы уже год назад, то есть собственность получена на все квартиры? Смотрите, совершенно верно. Дома сданы уже год назад, и на все оставшиеся квартиры застройщик постепенно оформляет собственность. Вот из того пула, который остался, там 200 с небольшим квартир, собственность оформлена на 80% из этих свободных квартир. И продажи, соответственно? А продажи у нас по договору купли-продажи. Но даже если наши покупатели захотят купить квартиру, на которой еще не оформлена собственность, мы, естественно, оформляем. Это достаточно быстрый процесс, в районе двух недель. И уже потом по договору купли-продажи также реализуем этот вариант. И при отправлении сделки что-то нужно будет еще доплачивать? В какой схеме вообще происходит продажа? Покупатель, приобретая квартиру, подписывая акт прием-передачи, получает вместе с ним свидетельство о собственности. То есть фактически он уже является правообладателем, собственником и может совершенно спокойно заниматься уже ремонтными работами. Сделка проходит следующим образом. Мы с покупателями заключаем договор на оказание услуг, в который входит подбор, резервирование, согласование индивидуальных условий по приобретению квартиры. Это может быть беспроцентная рассрочка на год, это может быть беспроцентная рассрочка на какой-то меньший срок. Согласование индивидуальных условий по стоимости. Как я уже сказал, на сегодняшний день 11% мы предлагаем на все однокомнатные квартиры. Но также есть у нас в индивидуальном порядке, мы можем рассмотреть спецпредложения и на двухкомнатные квартиры, и на трехкомнатные квартиры. Дальше идет процесс в случае ипотечной сделки, согласования этой сделки с банком, подготовка документов, регистрация, то есть юридическое сопровождение. И уже как финальный этап это получение ключей. Вот весь этот процесс наша компания берет на себя. И это, естественно, оплачивается отдельно. И в каком размере? По стоимости это совершенно демократичная сумма 60 тысяч рублей. Девелопер проект – это достаточно крупный игрок российского рынка, компания Vesta SF. Она специализировалась в основном на производстве коммерческих площадей. Ее портфель насчитывает более 500 тысяч квадратных метров застройки. И также компания Vesta с определенного момента выступает застройщиком и девелопером застройки в Люберецком районе, то есть в восточной части. Там достаточно большое количество домов, жилых комплексов компания построила. И потихоньку она, скажем так, перешла на Ленинский район. Компания Vesta SF имеет комплексный подход к созданию своих объектов. То есть она выступает в качестве девелопмера, в качестве генерального подрядчика и также дает свои рекомендации по управлению комплекса в дальнейшем. Официальный застройщик проекта «Общество с ограниченной ответственностью» доверно. А в качестве эксклюзивного брокера выступает компания BSA Invest. Список банков-партнеров состоит, кажется, из рекордных 18 пунктов. Ипотеку готовы предложить в том числе и ведущие банки страны. Наш обзор жилого комплекса «Битцевские холмы» подошел к концу. Я надеюсь, что мне удалось найти ответы на волнующие вас вопросы. Если же вам есть чем дополнить мой рассказ, пожалуйста, пишите комментарии под этим роликом либо на YouTube, либо на нашем портале квартирныйконтроль.ру. Как всегда, желаем вам правильного выбора. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин